Я побегу 100 километров. Так случилось, что в 7 утра в понедельник ко мне приехали следователи главного следственного управления. Мне необходимо внести залог в размере миллион долларов. Подозревает меня в совершении злочину, разворовывании банка национальный кредит. Бред этой фразы, потому что я украл у самого себя. Полностью неадекватное восприятие того, что происходит и доказательной базы. Дела нет. Я буду защищаться до последней капли крови. И поверьте мне, я могу вставать после того, как падать на скорости 160 километров в час с мотоцикла. И я буду терпеть до конца. И у меня терпения на вас всех хватит. Друзья мои. Привет, меня зовут Андрей Анистрат. В сети известен как Бегущий Банкир. Как вы знаете, я пообещал подписчикам, что при наборе 100 тысяч подписчиков до воскресенья, которое было вот пару дней назад, 19 или 18 августа, я побегу 100 километров. Я дождался субботы вечера. Суббота вечером мы набрали 100 тысяч и спланировал бег на вторник. Для того, чтобы пробежать 100 километров, пригласил всех желающих мне составить компанию. И спланировал выбегать в 3 часа ночи, собственно, для того, чтобы уберечься от жары, которая начинается уже в 11 часов. Все, как обещал, 100 тысяч, бегу 100 километров. Сейчас он 3.31, вторник. Малой решил со мной ехать. Не знаю, сколько проедет, но я надеюсь, километров 50. Со мной приехали поддержать люди. Еще поедет Андрей Мажара, который отобрался на чемпионат мира в ЮАР. Андрей Мажара случайно приехал на кэмп. Случайно согласился делать айронмен. Потренировался чуть-чуть, вдохновился. В результате в Астане отобрался на чемпионат мира. Сейчас Андрюха решил меня поддержать во время моего челленджа в 100 километров. Побежишь километров 20-25, сколько? 10. У меня надо стартовать через 2 недели. Ради 10 километров марафонцы даже трусы не делали. Знаешь, я тебе так скажу. Ребята, пришли из темноты. Один вообще просидел полночи здесь под дверями, для того, чтобы пробежать со мной сутки. Мы выбежали с небольшим опозданием, потому что со мной решил разделить эту участь мой младший сын на велосипеде. Мы выбежали где-то порядка в 3 часа 40 минут. Бежали-бежали, пробежали через весь Киев. Очень интересное восприятие дороги в Киев, кстати. Могу сказать, что совсем он по-другому выглядит, когда утро, когда нет машин, когда рассвет. Пробежали через Крещатик. Со мной еще выбежало 3 человека. У каждого была своя задача. Кто-то держался до последнего, кто-то держался 30 километров, кто-то держался 40 километров. Андрей держался 15 километров. У него такая задача была на тренировку. Малый со мной проехал 42 километра. Это как раз получилось до начала Трухановострова. Это было в моих планах, бегать по Трухановострову, потому что там можно было спрятаться от жары, потому что там немножко есть деревьев. С одной стороны, с другой стороны. Я понимал, что там меньше машин и, собственно, мы сможем это сделать. Я никогда не бегал сотку. И могу вам сказать следующее, что к ней надо отдельно готовиться. У меня были ужасные судороги в районе 70 километров. Я переходил на шаг, поэтому среднее время сильно снизилось. Для того, чтобы бежать в сотку, я ее обязательно пробегу. Я дожму этот вопрос. Нужно тренироваться больше. И еще самое важное, я бы сказал, надо делать это не самостоятельно, а в публичном старте. Тогда это мотивирует, потому что там есть соперники. И даже в силу их виртуальности, незначимости и неопределенности, это все равно мотивирует. Только старт. Ну, самостоятельно это я вчера помедитировал. Так, 9 часов нормально. Зато со свежими мозгами зашел на... И очень расслабленно зашел на суд. Ноги болели. Водянок было 6 штук. Кстати, в одном из следующих выпусков я покажу, как бороться с водянками. Потому что это распространенный вопрос. Это такой лайфхак. Это профессиональный метод. Он действенный. И сегодня, в принципе, у меня уже... Ну, несмотря на то, что они в какой-то форме остались, но они не носят такой критический характер. Меня, честно говоря, шокировал мой малый, который проехал 42 километра в 7 лет. Я скажу вам больше, что если бы он ехал быстрее, он был ограничен тем, что он должен был ехать рядом со мной со скоростью 11-12 километров в час. Если бы он ехал быстрее, он бы проехал и 50. Конечно, он крепкий пацан, и мне хочется, чтобы он был сильнее, чем я. Я надеюсь, что когда-то после оглашения его имени будет играть гимн Украины и подниматься на пьедестал. И я бы, конечно, это очень хотел. В любом виде спорта, в котором это будет возможно. Так случилось, что в 7 утра в понедельник ко мне приехали следователи Главного следственного управления с оперативными сотрудниками для того, чтобы провести следственные действия по делу, которое было возбуждено по факту... Да по факту... Даже факта тогда еще не было, потому что это было 30 апреля 2015 года. В общем, по банку. ГСУ подозревает меня в совершении злочину по статье 191, часть 5, в разворовывании денег Банка национальный кредит. Знаете, бред этой фразы, потому что я украл у самого себя. Я уважаю, что из 13-27, такая взъемка, как она была, писала, что я еще не буду на песта и укладывала. Прошу заборонить и объяснить цель. Вы уважаете, что за что-нибудь? Так, ваше счастье. Так, ваше счастье, когда с удовольствием не закинчено, он еще отрывает. И мне 220 рук. Пока-пока. Да я буду сюда, правильно? Обвинения, вернее, подозрения базируются на двух позициях. Первое, это допрос якобы по международному запросу, который они отправили еще в 2014 году в Лихтенштейн, в банк Фрик, в котором они указали заведомо ложные сведения о том, что в отношении Анистрата ведется криминальное проваджение. Отношение криминальное проваджение ведется с понедельника 20-го числа в отношении Анистрата. До этого оно было фактором и заказным. Заказным оно было потому, что в ЕДРПО, это единый государственный реестр по регистрации уголовных дел, оно зарегистрировано 30 апреля 2015 года. А временную администрацию в банк и отстранили физически меня от руководства банка, ввели аж в июне. В июне, апрель и июнь, полтора месяца разница. Ни единого показания, ни единого свидетеля в том, что я это сделал. А так, вступили в замову в нестановленном месте, в нестановленный час, в нестановленный способ. То есть следствие, вот если вы внимательно прослушаете речь прокурора на заседании суда, она вся горит там, Анистрат сделал, Анистрат организовал, а не имеет под собой практически никакой основы. Нет показания такого-то лица в такой-то срок, в таком-то месте, чтобы признали, что я виновен. Суть. Все субъективные высказывания стороны обвинения. Анистрат сделал, потому что он плохой, потому что он руководитель банка, потому что он бенефициар. Полностью неадекватное восприятие того, что происходит. И доказательная база. Дела нет. Долго не комментировал разные сплетни и черноротые статьи, которые публиковались обо мне в Винете, под разными названиями, там, Скелетинфо, там, Крысов в шкафу и так далее, такими подобными названиями. Но в результате вчера произошло обстоятельство, которое меня просто толкает к тому, чтобы иметь по этому поводу абсолютно прозрачную позицию. Еще раз, много всего написано в интернете. Я никогда не комментировал, потому что только вчера рассказывал о том, что есть три подхода. Первый подход – это то, чего добиваются подобные сайты. Заплатить им 5000 долларов для того, чтобы они убрали этот материал. И через некоторое время появится какой-то новый одностраничный сайт, который опубликует те же яйца только в профиль. Другими словами, и снова надо будет занести 5000 долларов или 3000 долларов какому-то бенефициару. Это огромный бизнес, он, к сожалению, существует на просторах интернета и уберечься от этого никому нельзя. Все, кто имеет более-менее какую-то публичность, они имеют право туда попасть и как-то могут быть. Вы можете там найти совершенно разных людей, хороших, плохих, очень хороших, очень плохих, разных. И там про них что-то будет написано. Это бизнес. Это бизнес, подчеркиваю. Само по себе название, скелет инфо и логотип, он… Я попрошу ребят, чтобы они поставили ссылочку даже на этот сайт и название. Оно само говорит само по себе за себя. Второй вариант, который может быть борьбы с этим процессом – это отправка в Google жалобы, которая будет содержать ссылки на то, что это откровенная клевета и, собственно, пробовать решить эту проблему с Google. Я говорил несколько выходов назад о том, что у нас была проблема с Google. У нас тогда было 98 тысяч и какое-то животное отправляло баны на YouTube и он автоматически по обращению этих банов убирал нас с рекомендованных. И таким образом мы слишком сильно зависали в первые сутки по просмотрам. Просто если у вас стоит ограничение на интерфейсе 18+, или безопасное видео, так, чтобы случайно ваши дети не взяли, ваш телефон и не посмотрели видео, он эти картинки и эти видео вообще убирает. Таким образом, выходило новое видео, а нас не видели. Кто это сделал? Я не знаю. Я пытался созвониться с Google, написать им письма. Мы писали. Google потом убирает через три дня. Но в целом, в целом, самый важный вопрос – это первые сутки трафик падает радикально. И вот, учитывая свой опыт общения с Google, я решил, что я не буду заниматься и воспользовался третьим вариантом борьбы с этим процессом, а именно забить. На самом деле, если откомментировать то, что там написано, у меня не хватило сил дочитать, потому что совпадение там где-то процентов 5 от того, что есть на самом деле. И то в части названий. Андрей Анистрат, банк национальный кредит и так далее. Отныне я буду занимать абсолютно открытую позицию. На все открытые заседания суда я буду приглашать всех желающих. Буду об этом говорить на YouTube, на Facebook, на Instagram и даже на Telegram канале. Что это значит? Это значит, что любой человек, который хочет поприсутствовать на судебном заседании, он может прийти и сесть в зале и сидеть. Мало того, есть такой еще довод, что суд должен учитывать общественное мнение. Я уверен в том, что есть общественное мнение по поводу меня. То есть, так сказать, что я хороший человек. Есть много людей, которые считают меня не очень хорошим человеком, очень нехорошим человеком и очень хорошим человеком. Во-первых, я считаю, что людей, которые считают меня хорошим человеком и которые могут об этом публично говорить, гораздо больше. Потому что многие из тех, кто считает меня нехорошим человеком, они даже меня не знают. Просто не знают. Они просто что-то прочитали скелет-инфо, потом увидели меня, а потом услышали тег-банк. И это значит, что злодей. Я не комментирую этот факт. Я призываю всех, я буду публиковать заседание суда, которое будет апелляционное, которое будет пересматривать решение первой инстанции по поводу избрания меры пресечения. Я чуть-чуть позже расскажу, какое и почему. Я призываю всех прийти и поддержать меня своим присутствием, своими голосами. Сколько у вас соберется? Не знаю. Может, как на встречу с подписчиками. Одно могу пообещать, что после заседания суда мы с вами пробежимся. Возьмите с собой кроссовки и форму. Я обязательно выйду, сразу переоделась и сразу мы побежим. Я не знаю, где это будет, но мы что-то придумаем. Что-то придумаем. Мы найдем парк. Знаете, как в поговорке звучит, свинья всегда дерьмо найдет. Так вот, в данном случае мы будем этими свиньями, а дерьмо это будет наш бег. Немножко дальше по заседанию. На заседании мы приехали в 14.30. Опоздали буквально на 7 минут. В целом все прошло достаточно позитивно, но интересных два момента. Мы когда говорили о том, что почему нет риска того, что я куда-то денусь, мы посчитали, что у меня на изживении есть 8 человек. Это мой старший сын Остап, которому 17 лет, которому еще остался год учиться в школе. Это моя средняя дочь Соломия, которая сейчас 9 лет. Это мой младший сын Михаил, которому 7 лет. И это моя младшая дочь Мирослава, которой сейчас 4 года. Плюс Валентина сейчас беременна на 25 неделе. Она сейчас еще работает и будет работать максимум сколько сможет, но она беременна на 25 неделе. Плюс у меня на содержании находятся 2 моих родителя. Папе 75, маме 79. Так получилось, что мама перенесла 2 операции по удавлению двух опухолей. Одной из почки, второй из груди. В прошлом году это был сложный год. Опухоли были доброкачественные и на начальной стадии. Я надеюсь, что дальше ничего не пойдет. Но тем не менее, рак есть рак. Я вынужден говорить об этом публично, хотя не люблю это афишировать. Но вы понимаете, что это не дешевое удовольствие. Кроме того, сейчас мама готовится к операциям на двух глазах. Это операция, связанная с катарактой. Потому что она теряет зрение и не может уже... Это нарушает комфорт жизненный. Плюс у нас есть бабушка, которая живет с нами последних 5 лет. Которая не ходит. Я не получал по ней инвалидности, но у нее отнялись ноги 5 лет назад. И пока была жива мама Валентины, она помогала и занималась ею. После смерти Валентины мамы, которая произошла в октябре 2015 года, Валя этим занимается самостоятельно. Мы все этим занимаемся. Бабушка живет у нас. Следователи это видели. Они даже не зашли в комнату, потому что побоялись. Потому что бабушка 26 года рождения. Она не может себя обслуживать. Она не ходит в туалет. Она не может самостоятельно кушать. При этом я неоднократно говорил, что у нас нет нянь, домохозяек. Еще у нас есть одна женщина, которая помогает Вале ухаживать за бабушкой, когда Валя на работе. Учитывая все эти обстоятельства, мы подготовили документы о том, что нет рисков, о том, что я куда-то скроюсь. Кроме того, я являюсь членом Национального Олимпийского комитета от Федерации Триатлона. Их два, а всего их 147. Кроме того, я являюсь вице-президентом Федерации Триатлона, который отвечает за любительский триатлон и за популяризацию любительского триатлона. Кстати, у кого есть сомнения, что я не внес или внес недостаточно вклада в популяризацию любительского триатлона, вы можете высказываться в комментариях. То же самое можно сказать о тех людях, которые, наверное, считают, что я это сделал. Собственно говоря, вот эти аргументы мы приготовили для того, чтобы апеллировать к позиции нападения, к позиции обвинения по поводу того, что меня надо до заседания суда лишить свободы и взять под стражу. Сейчас я понимаю, что, наверное, прокуроры понимали, что это все-таки невозможно. Но, как говорил Наполеон, проси невозможное, получишь максимум. Они попросили невозможное и получили максимум. А что такое максимум? А максимум это решение судей Печерского суда о том, что мне необходимо внести залог в размере миллион долларов. У меня нет миллиона долларов сейчас. Я не могу внести залог и у меня даже их не у кого попросить. Поэтому мы сегодня готовим апелляционную жалобу и идем в апелляцию. Да, еще, кстати, по решению Печерского суда я не могу покидать пределы населенного пункта Бобрица, в котором я живу. Если вы посмотрите в Википедии, то в населенном пункте Бобрица живет 500 человек. Вообще живет 1000 человек. Но если взять по границе, то я много тренируюсь и много бегаю, я могу сказать, что в Бобрице 13 километров асфальтированных освещенных дорог. Я не могу покидать без разрешения суда пределы населенного пункта, в котором я проживаю. Это фактически домашний арест. Фактически. Да, еще я должен сдать два заграничных паспорта, чтобы, так сказать, не улизнуть от следствия. Хотя во время, когда идет следствие по фактуму уголовному делу, а оно уже длится 3,5 года, я раз 200 покидал пределы страны и раз 200 в нее возвращался. Мне некуда бежать, я не собираюсь никуда бежать, потому что в этом нет никакого смысла. Мне много людей предлагало, уедь, мы тебя приютим. Это дело я должен закрыть до конца самостоятельно и закончить этот грязный, вонючий процесс. У процесса появились другие бенефициары. Это какие-то прокуроры и начальники следствий, знаете, такая средняя прослойка следственных органов, которые считают, что есть какая-то тумбочка, в которой лежат какие-то цифры, которыми я должен с ними поделиться. Так вот, я вам могу сказать совершенно откровенно и искренне, у меня тумбочки нет. Столько, сколько вы будете меня давить, мучать, делать какие-то следствия действия, оказывать на меня какое-то воздействие. Я буду защищаться до последней капли крови. И поверьте мне, у меня хватит терпения и сил защищаться до конца. Мало того, несмотря на то, что мир совершенно изменился вокруг меня, у меня, благодаря каналу и на ютюбе, у меня есть много новых, совершенно другого качества друзей, которые мне будут помогать это делать до конца. Поэтому, если вы хотите попробовать кто кого, мы можем с вами по этому поводу посоревноваться. Но знайте, я могу вставать после того, как падать на скорости 160 км в час с мотоцикла. Я могу терпеть до конца, и вы это видите, и можете видеть по всем моим действиям. И я буду терпеть до конца, и у меня терпения на вас всех хватит, друзья мои. Я буду все декларировать, все снимать и все выкладывать. Буду комментировать каждый чих в мою сторону. А люди, люди, зрители, они не дураки. Они все видят. Как выглядит прокурор, как выглядит судья. У меня нет тумбочки, но я очень терпеливый и очень одержимый. А еще, тем, которые за фейковыми аккаунтами пишут всякую гадость, вы хотя бы возьмите, удосужьтесь поставить свою фотографию на свой аккаунт. Чтобы это можно было. Я готов с любым человеком, который подписывается внизу под комментариями, делать публичные открытые дискуссии по поводу любого, любой позиции, которая касается, в том числе моего прошлого. На этом ставим точку. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Ставьте палец так или так, как хотите. Чем больше пальцев, тем лучше. Вы часто меня спрашиваете, что мне помогает преодолевать те безумные жизненные трудности, с которыми я сталкивался. Вот я вам говорю, лекарство одно. Это циклические виды спорта. Это бег. Это бег. И позавчерашний день доказал мне. Доказал всем. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, или вы хотите мне помочь, или вы хотите как-то быть похожими на меня, переходите по ссылке, оставляйте заявку, и вы сможете научиться вплести спорт в каждодневную жизнь и стать лучше. Это то, что есть в этом онлайн-курсе. Субтитры сделал DimaTorzok О заседании в апелляции я сообщу дополнительное. Всех желающих со мной побегать после апелляции я приглашу на заседание суда.